Почему наступает старость? Как повлиять на синтез мелатонина? Какой образ жизни увеличит образование гормона молодости? Посмотрите видео до конца и получите ответы на данные вопросы. Наш организм начинает стареть с 25 лет. Именно с этого возраста в организме происходят изменения синтеза мелатонина. Почему наступает старость? Одним из факторов старения является недостаток в организме мелатонина. Что же это за вещество? Это гормон сна. Гормон, способствующий регулированию ритмов сна и бодрствования. Он синтезируется шишковидной железой . Шишковидная железа регулирует активность человека, влияет на его эмоциональное состояние. Гормон мелатонин синтезируется в ночные часы. Количество его восполняется с 21 часа до 2 часов ночи. Днем эпифис вырабатывает серотонин, который является гормоном радости. Чем больше образуется серотонина днем, тем больше будет мелатонина ночью. Это приведет к улучшению общего состояния и продлению активного возрастного периода, то есть молодости. Тем самым молодость продлевается, а старость что? А старость приходит значительно позже. Недостаток гормонов эпифиса приводит к преждевременному старению. Увядает кожа, замедляется нейрорефлекторная проводимость, снижается интеллектуальный потенциал. Мелатонин играет важную роль в оптимальной работе всех систем организма. Он улучшает иммунный ответ, снижает онкологическую предрасположенность, способствует стабилизации сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Он положительно влияет на уровень половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Как повлиять на синтез мелатонина? Конечно, узнав о воздействии этого гормона, каждый захочет сделать так, чтобы количество его длительно оставалось на высоком уровне. Что же для этого надо делать? Для улучшения функции шишковидной железы необходимо стараться прислушиваться к своим биологическим часам, жить по физиологическим нормам. Они складываются из трех восьмичасовых промежутков, из которых 8 часов на сон, 8 часов на работу и 8 часов на отдых. Употреблять пищу, содержащую мелатонин. Он в небольшом количестве содержится в бананах, вишне, помидорах, молочных продуктах. Также полезны в этом отношении грецкие орехи и корень имбиря. Способствует синтезу мелатонина некоторое лекарственное растение – это мелисса, ромашка и пустырник. Исключите из своего рациона крепкий черный и зеленый чай, кофе, особенно во второй половине дня. Эти напитки, воздействуя на эпифиз, уменьшают синтез мелатонина. Ограничить прием жирной и богатой крахмалом пищи. Соблюдать рекомендации, способствующие адекватной функции шишковидной железы, совсем несложно. Стабильная работа эпифиза позволяет организму достойно встречать каждый день. Какой образ жизни увеличит образование гормона радости? Для профилактики преждевременного старения и пристремления к продолжительной молодости следует выполнять несложные правила. Это будет способствовать активной работе эпифиза и стабильной выработке мелатонина. Следует делать все, чтобы количество этого гормона с возрастом не уменьшалось. Конечно, можно восполнять его количество, принимая таблетки, содержащие мелатонин. Однако естественный собственный гормон будет гораздо более эффективным средством против старения. Как же следует себя вести? Необходимо в темное время суток спать не менее 8 часов. Ложиться спать до 22 часов и вставать не ранее 6 утра. Ежедневно укладываться в постель в одно и то же время, стараться ночью не включать свет. Днем совершать ежедневные прогулки, нагружать мышечную систему, улучшая обмен веществ и способствуя синтезу серотонина. Больше находиться на улице, спать с открытой фрамугой или окном. Самый здоровый сон на свежем воздухе. Необходимо получать больше положительных эмоций. Стоит ходить в театр, на концерты, посещать музеи, путешествовать. Повысить заряд бодрости общения с детьми и внуками, занятия спортом, выращивание цветов в саду и на окне. Питаться, употребляя преимущественно молочные продукты и фрукты. Вырабатывать иммунитет к ежедневным стрессовым ситуациям и не поддаваться плохому настроению. Не употреблять в большом количестве медикаментозные средства. Отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения. Стараться обходиться с народными рецептами. Помните, что положительные эмоции продлевают жизнь, способствуют активному долголетию. А происходит это благодаря адекватной работе шишковидной железы, а именно вследствие достаточного уровня мелатонина в крови.